Сегодня в выпуске Почему кот плохо ест и как подобрать ему корм Подводные камни натурального кормления Новый герой программы Кормите сухим кормом Это удобно и полезно Нет, кормите натуралкой Потому что от сухого корма кошка быстрее умрет Сколько людей, столько и мнений Какое из них правильно Ветеринары говорят, что кормление Это выбор хозяина, а не самой кошки Тем не менее В искусственном питании тоже есть свой нюанс Особенно если вы выкармливаете котенка В стадии активного роста Сегодня я расскажу об этом подробнее Ну а пока познакомимся С очередным приютским воспитанником Кусачий кот Персею 4 года Упитанный кот в самом расцвете сил Но так было не всегда В приют Ласка Персей попал истощенным В нем еле теплилась жизнь Кот не был уличным Но все равно его пришлось усиленно откармливать У него изначально были хозяева свои Но хозяева его довели до истощения При том, что кормили, но он почему-то у них был худой И поступил он от Ленинской администрации Да, по заявке То есть представители администрации попросили забрать кота? Да, попросили забрать вот такого кота На сухих кормах Персей быстро пришел в форму И оказалось, что это крупный статный кот с мягкой пушистой шерсткой От кормления кошки зависит очень многое Если неправильно рассчитать ее рацион Это может привести к ожирению или полному истощению организма Например, если кормить котенка только сырым мясом Он не сможет вырасти А его кости станут хрупкими настолько Что могут ломаться от прикосновений В такой ситуации котенок будет долго лечиться В том числе и с помощью диеты Нельзя кормить кота обильно один-два раза в день У него другая дисциплина питания Кошка – это обликатный хищник Который питается часто и по чуть-чуть Это называется буфетный прием пищи То есть у кошки еда должна быть постоянно Поэтому она может подходить и есть буквально по две-три крокетины И это норма Ветеринары склоняются к комбинации сухих и влажных кормов Предпочтительно супер премиум класса Поскольку его можно легко подобрать под любую, даже самую капризную кошку Но и эконом корма более сбалансированный, чем еда со стола Особенно если хозяин дает питомцу все, что ест сам Натуральное кормление нужно четко высчитать По соотношению белков, жиров и углеводов Наполнить необходимыми аминокислотами и витаминами Это не так просто, как кажется на первый взгляд Кошкам категорически нельзя давать сырое мясо Особенно свинину и говядину Рыбу и морепродукты не чаще одного раза в две недели Коту нельзя кости, сыр, сметану, соленое, сладкое, жареное, жирное То есть никаких сарделек и колбасы А также фрукты, некоторые овощи, хлеб и сырые яйца Гораздо проще рассчитать, сколько в сутки нужно котику сухого и влажного корма и воды А если вы все-таки хотите натуральное питание, то лучше обратиться к ветеринару-диетологу Чтобы как можно дольше котик оставался здоровым Кстати, многие коты любят воровать со стола запрещенку Например, колбасу И это момент для воспитания Иногда такое поведение, что нужно именно своровать Сам факт именно вот этого воровства Они же охотники сами по себе Это не совсем нормальное поведение Здесь нужно работать с хозяевами непосредственно То есть, чтобы хозяева все убирали Потому что любое животное приручает к дисциплине И если кошка ворует со стола, просто нужно это пресекать То есть, раз вы поймали, берете заходку и объясняете это кошке Можно выгонять кота со стола при помощи пульверизатора с водой Они ее не любят Но лучше все же просто прятать еду подальше от питомцев, чтобы не было соблазна С Персеем таких проблем не будет Он приучен к лотку, ухожен, воспитан, ест сбалансированный сухой корм Несмотря на то, что нашу съемочную группу кот то и дело пытался укусить Ему не понравилась камера Он громко мурлыкал и позволял себя погладить Котик спокойный, очень ручной, нежный, ласковый То есть, готов там, не знаю, часами, мне кажется, сидеть на руках Котик достаточно общительный, хороший Здоровье у Персея отменное Он в самом расцвете сил и полностью готов к новому дому Его можно взять в любую семью, возможно, именно в вашу По крышам он не ходит, не ловит он мышей И лапа ее натянется на враги до ушей Предпочитает бегу, неспешную ходьбу Фигуры в оправдании леса шнется на судьбу В следующем выпуске Что такое собачья чума и почему от нее погибает много щенков Как распознать болезнь и предотвратить трагедию Что случилось с нашим приютским героем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова